так друзья всем привет наконец пришло время доехать к нашему то канадскому товарищу аренду и установить на его трактор новый рабочий свет для того чтобы он мог в летний период работать круглосуточно так друзья у нас вот первый претендент на установку это фары solar x a31 давайте посмотрим ее технические характеристики 80 ватт работает она от 9 до 36 вольта грубо говоря 1224 получается максимальный 6000 люманов яркость света номинальной 3 900 4 800 ip69 к защита которая может от и от вибраций предохраняет здесь у нас такая вот резиночка корпус плюсом очень качественная фара ее преимущество в том что она светит широким углом корпус у нас здесь идет видно вот клапан который позволяет но резкая смена температуры и внутреннего давления сбрасывает то есть она может работать как в тепле так и в холоде разъем дойцы у нас прямо на самой фаре он идет в комплекте ки вот так вот в пакетике индивидуально запакован в общем отличная фара аналогов на отечественном рынке лично я не встречал если есть накидайте в комментарии посмотрим и сравним на фару очень и очень качественная и широкий угол такие фары у нас пойдут верхнюю часть трактора то есть на кабину на самый верх их будет 42 получает спереди две сзади здесь у нас будет другие фары другие будут тоже интересные и также установим дополнительные фары еще вот под этот кронштейн у нас кронштейна готовы чтобы хорошо было видно сбоку трактора когда ты работаешь вечером с косилкой либо с культиватором либо еще с чем-то то есть пока у нас вот это первый вариант сейчас достанем 2 все кстати эти фары мы снимали с алексеем в обзоре полным по фарам там у нас больше 20 комплектов фармы открыли и показали как они светят ночью вот прям реально ночью вот эта моделька это у нас получается а32 с ее особенность в том то что она дает овальный овальный такой поток света видно здесь вот линза сделано фишай но рыбий глаз объемная здесь у нас 8 диодов она достаточно компактная также имеет клапан для уравнивания давления и также она имеет резиночку которая защищает от вибраций преимущество данных фар еще большое в том то что они не дают помехи ни на какие радио радиоэлементы то есть не будет никакого фона так и вот еще одна у нас это получается а32 просто это у нас трехдиодная широкоугольная тоже фара светит на 180 градусов корпус очень хороший безрамочное исполнение то есть никаких рамочек ничего нет все закрыто стеклом стекло поликарбонат не будет желтеть выцветать также имеется клапан данные фары у нас пойдут вот сюда сейчас я посмотрю как их установить чтобы они наверное вот как немножко так вот в бок развернуть чтоб тоже додавали дополнительное освещение вот сюда все собственно вот три вида это все у нас solar x это все у нас solar x поэтому все будет классно сейчас приступаем к работе намечаем план действий и потихонечку начинаем крутить вертеть смотреть все это вам тоже покажем и обязательно покажем вечернее время что у нас получится к сожалению сравнительного теста записать не получится потому сейчас светло он то есть как светит этот рабочий свет но мы все прекрасно знаем это обычные заводские 6 диодные фонари они тут везде стоят одинаковые и так ребят плавно переходим к установке уже вот один здесь мы демонтировали его маленького так в сторону отвел для того чтобы подключить новую установить и посмотреть сразу вот хочу тоже обратить внимание преимущество у нас здесь идет разъем дойтс так называемый и он у нас влагозащищенный то есть вот ответная часть есть ответный хвостик он влагозащищен и с ним в принципе ничего не будет никаких окислений и чего-то подобного здесь у нас получается стоят обычные вот белорусские разъемы поэтому еще один плюс замены фары ну как я так думаю да что это герметичность разъемов но либо на этих фарах они тоже светит как бы работают либо здесь менять на герметичные разъемы потихонечку собираем начали вот с этих и пойдем дальше у нас тут курица он бегать убежала папа поскакала все работаем дорогие друзья и так ребят ну что потихонечку встал фонарь на свое место достаточно компактно направили его сейчас пока так как ну как сказать рука взяла когда включим протестируем уже под редактируем его положение но встал достаточно хорошо аккуратно здесь разъем дойтс у нас остался снаружи на всякий случай чтобы можно было быстро отсоединить фару это первый момент второй момент того то что там уже просто вот в этом корпусе не хватает места для этого разъема достаточно большой не получается его туда заделать блин к сожалению как назло забыл пластиковые хомуты поэтому вот временно здесь это все предел изолентой но опять же нет ничего более постоянного чем что-то временное то первый момент а второй что если ты не можешь починить что-то с помощью изоленты или сделать то ты значит используешь мало изоленты ну ладно это все у нас шуточки юморок все установилась отлично со временем здесь пластиковыми стяжками ли подумаю как здесь этот узел переработать но вот с тем что есть пока получается вот так но в принципе тоже достаточно неплохо это у нас первый световой элемент установлены сейчас зеркально делаем второй я думаю вот так вот можно сейчас зеркально делаем второй и переходим либо верхней начнем потом задние а потом уже дополнительные будем ставить ну по инструменту кстати не так ты многое всего главная самая вещь вот вот этот обжимничок контактов и самое главное вот она черная правда не синяя наши всеми любимая ну да ладно и черным достаточно гармонично смотрится все у нас самого аренда пока нет он в пути домой может быть и успеем все установить до его приезда увидит обрадуется но мы дальше работать итак друзья смонтированы два фонаря залетели вообще как родные когда мой с этой стороны тоже он установлен все хорошо регулировки будем потом производить то есть я так подтянул но нормально можно покрутить повертеть настроить так как необходимо сейчас мы будем приступать к установке верхнего рабочего света это у нас будет отре это будет вот это вот красотища еще раз покажу потому что ну блин просто супер качественно и круто вот сейчас будем устанавливать пойду с короче старое не будем ставить новые так эти снимаем эти ставим но и так друзья смонтировали и сразу хочу обратить внимание даже при свете дня видно насколько справа solar x3 больше и насколько она белее ярче светит в отличие вот от этого фонаря заводского перфекта фара на своем месте сейчас делаем вторую устанавливаем в принципе здесь ничего сложного нет то есть заменить там в течение может 30 минут так можно спокойно самому быстренько чуть чуть посложнее будет с дополнительными с боковыми но в целом тоже справимся все работаем дальше так и так ребят все первое второе верхний рабочий свет установлен красотища красотища все подключили все провели работает настройку будем производить чуть позже посмотрим в какую сторону у нас повернуть лучше и какой угол выбрать и получается по передку у нас все готово нижние установлены работают верхние установлены работают сейчас будем перемещаться назад и далее боковые все поработать тут ничего сложного нет адаптер дойтс коммутируем там там все со стандартных мест так друзья но все задний рабочий свет тоже встал на свои места к сожалению забыл я хомуты но самаран приделает вот так вот либо я приеду либо ребят приедут и когда поедем сюда пофиксим все свет встал на свои места сейчас нам остается сделать боковой свет это у нас такие вот лампы ставится они будут вот сюда сейчас мы сделаем до изготовим две пластиночки нам надо вот таких чем 2 не хватило то ли я не взял то ли ну не знаю не увидел и поставим дополнительную кнопку и данный свет будет только по нужде можно было бы конечно его запитать задним светом да но мы решили что правильнее будет сделать отдельную кнопку алексей нам подготовил проводку разберу внутри корыто и плюс минус подключим и заведем сделаем кнопочку все так что мы в процессе совсем скоро полностью уже все будет установлено и можно будет посмотреть как это светит и так друзья ну что мы смонтировали все фары новенькие наверху новенькие здесь вообще шикарно вписались отлично также у нас сбоку тоже новые сверху и задней части солнце уже как раз садится поэтому сейчас будем тестировать и смотреть под настроем как нам будет удобно и все но вид даже стал намного прикольнее сразу так в глаза не бросается не обращаешь внимание но когда понимаешь что это нестандартные фары сразу становится поинтереснее сейчас включим пока еще не сильно темно вот у нас передней уже достаточно ярко это сейчас включилась сзади и и боковой освещение 360 градусов плюс еще вот эти можно включить и здесь кстати проводок не подмотал смотрит выглядит очень и очень круто вот так же дают широкий угол сейчас сядет солнце буквально через несколько минут и будем тестировать как это работает в темноте итак друзья но как вы видите кромешная тьма мы установили полный комплект освещения solar x a3 и сейчас включим давай в с это у нас боковой это передний это задней еще и нижней вот так вот теперь у нас все светит просто шикарно в радиусе наверное но метров 70 прям очень яркий свет вперед так вообще вот эти большие фонари вперед светит очень далеко мы их поднастроили чтобы они светили чуть-чуть пониже такой свет у нас получился дополнительный боковой здесь вот достаточно хорошо светит напомню фары solar x отрез спереди сзади они светят ну просто вот я не знаю метров наверное на 30 вообще спокойно с того что дальше кромешная тьма и у нас получился отличный круговой обзор он там хозяин трактор подсвечивается вот отличный получился именно круговой обзор вокруг всего трактора с учетом того что здесь вокруг полная кромешная просто тьма мы остались довольно работой ронду тоже понравилось сказал что много света действительно вот игру метров на 30 вперед светит в кромешную тьму все расположено достаточно аккуратненько боковой свет классный ну все друзья большое спасибо что смотрели данный ролик руками скоро увидимся на канале пишите оставляйте свои комментарии по поводу освещения на данном тракторе все всем большое спасибо до новых встреч пока пока